Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Золотые гусли Котёна была первой на селе Пивуньей. Свои песни она сама и складывала, потому и сказки у неё были как песни. Хочешь, пой, хочешь, рассказывай. Для царя Петра она выбрала свою сказку-песню «Золотые гусли». Когда-то у озера Лача жил гусляр, молодой да умелый. Его слава гуляла по свету, люди знали к нему дорогу. Первым гостем звали на свадьбу. Бывало, лишь тронет он струны, Никого на месте не удержишь, А уж песни поёт, сердце радуется. И сам гусляр поплясать бы не прочь, Да мешали больные ноги. В детстве деревом их перебило. Но Мезин слёз не лил, На судьбу не пенял. Умел веселить и веселиться. За это его люди и любили. Вот однажды присылают оленей, Приглашают Мезиня на свадьбу. Выдаёт один бедный охотник За купца свою дочь Онегу. Снарядился гусляр и поехал. Приезжает свадьба в полном разгаре. На почётном месте купец и Онега. Жених словно старый гриб, А невеста много видел Мезинь-красавец, Но она среди них, как солнце. Уронил он звонкие гусли, Не может глаза отвести от Онеги. Тут подходит отец невесты. Что ж ты, Мезинь, не играешь? Почему молодых не славишь? На купца взглянув, гусляр очнулся. Гусли поднял, ударил по струнам. Заговорили они, заиграли. Звоном золото наполнили избу, Будто рядом бросали монеты. Оглядываются гости, Смотрят, не рассыпал ли кто. И вправду деньги. Улыбается жених довольный, Отец Онеги потирает руки. Поглядел гусляр на невесту, По-иному запели гусли. Показалось всем, Пригрело солнце, Расцветают цветы, Поют птицы, На земле весна наступила. Переглядываются гости друг с другом, Верней красоту Онеги не опишешь. О весне до радости пели гусли, Но закончилась песня с тоном. Кому такая красота достается? Смотрят все на небу, вздыхают. Рассердился жених, Глянул злобно. Отец невесты оробел, Испугался. Говорит гусляру потихоньку, Не сердись на меня и не сетуй, Я бы слушал тебя дни и ночи, Но жених в этом доме хозяин. Поезжай-ка домой и немедли, Нам дразнить богачей не пристало. Подошел и купец, злость скрывая, Протянул золотые гусли. Деревянные бросил под лавку, Говорит на прощанье мезеню, Спасибо, гусляр, за песни, Распотешил мою ты душу, И за это награды достоин. Твои гусли я вижу убоги, Золотые прими в подарок. Помни щедрость мою до смерти. Мчит олень домой, мезеня, Горят на солнце золотые гусли, Где бежит олень, Гусляр не видит. А нега у него перед глазами. Проезжает он бор дремучий, Узнают его птицы, смолкают, Слушают, не зазвучит ли песня, Не отзываются его звонкие гусли. Мимо поля ржанова едет, Замерзла рожь, колоском не шелохнет. Слушает, не заиграют ли гусли, Но не до того теперь мезеня. Вот река перед ним показалась, Остановились говорливые волны, Ждут, не запоют ли струны. Придержал мезеня леня, А сам думает горькую думу, Зачем мне домой возвращаться, Для чего буду жить на свете? Один с тоской по онеге, Онеге чужой невесте. Наклонился гусляр над водою И промолвил реке печально. Не принес я сегодня песен, А принес свою жизнь в подарок. Забурлила река, закипела, Бегут прочь ее быстрые волны, Налетает могучий ветер, Гусляра от берега гонят. Вдруг послышался топот оленя, Он все громче, все ближе и ближе. Оглянулся гусляр, Онега, Глаза ему смотрит и шепчет, Тот жених отцом моим выбран, Тебя выбрало мое сердце. Не верит мезень в свое счастье. Жених твой, Онега, богатый, Дом с коврами, олени, кони, У меня ж только ветхая лачуга, И сам я, как видишь, калека. Улыбнулась Онега и сказала, Одно богатство мне нужно, Твое сердце, Едем же к нашему дому. Прискакали к избушке мезеня, Радуются, нарадоваться не могут. Взял мезень золотые гусли И с улыбкой сказал Онеге, Наконец-то любовь да счастье И меня, бедняка, посетили. Для тебя, моей невесты, Я хочу спеть такую песню, Какой еще свет не знает, Ни одна невеста не слыхала. Но лишь гусли легли на колени, Пальцы струн золотых коснулись, Охватило холодом мезеня, Заледенела кровь в его жилах, Каменным стало сердце, Им больше любовь не владеет, А владеет ненависть и злоба. Не свадебная песня родилась, А жестокие неправые упреки. Пади прочь, чужая невеста, Зачем лжешь, что ты меня любишь? Если было бы это правдой, Ты бы прежде нашла корень жизни И ноги мои исцелила. Ничего не сказала Онега, Скачила на верного оленя И скрылась в зеленой чаще. Спрашивает олень дорогой, Скажи, что случилось, хозяйка? Про беду Онега рассказала, Успокоил ее олень советом. В этом горе тебе ветер поможет, Обратилась Онега к ветру. Ветер, ветер, ты всюду веешь, Знаешь каждую в мире травинку, Не приметил ли где корень жизни? Прошептал, где два слышно, ветер, Влезь дремучий, в тайгу ступайте. Поскакал олень, что ездуху, Мчится день, другой, а на третий, Прискакал он в лес незнакомый, Что ни шаг здесь, то дивная дива. Виноград растет рядом с кедром, На земле следы тигра, медведя. Только не до чего, Онеги, Среди трав густых и высоких, Она ищет целебный корень. Олень ей во всем помощник, Раздвигает кусты рогами, Топчет насмерть змей ядовитых. Вот склонился, Понюхал он землю, Вдруг стал ее бить копытом. Онега глазам не верит, Среди комьев лежит корень жизни, Благодарит она верного друга, В путь дорогу его торопит. Как стрела летел олень к дому. Вот изба гусляра перед ними, Подбегает к крыльцу Онега, А на нем мезень, словно мертвый. Наклонилась она и сказала, «Не горюй, мезень, я вернулась, Привезла для тебя корень жизни». Обнимает гусляр невесту, Раненые руки ей целует, Просит прощения за обиды. Отвечает ему ласково Онега, Полно мезень, все забыто, Обиды помнит тот, кто мало любит. Продолжение следует... Продолжение следует...